Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Программа «Лучшее в стране». И сегодня у нас в гостях певица, автор песен Софи Маэда. Привет, Софи! Здравствуйте! Вместе с Софи пришёл Богдан Баронин. Привет! Он сегодня помогает нам, компонируя на гитаре. Есть у меня информация. Много о тебе написано, что ты новое имя в российском англоязычном андеграунде. Родилась в Японии, живёт в России, думает и пишет на английском. Как так получилось у тебя? Такая интересная творческая биография. Да, такая история, действительно. Я жила в Японии до четырёх лет. И с четырёх лет я живу в Москве. Мы переехали с семьёй сюда, с мамой. Вот. И, наверное, лет в тринадцать я начала заниматься творчеством, музыкой, вокалом. И лет в тринадцать начала писать песни. Это музыкальная школа, да, говоришь? Самостоятельная. Самоучка ты, самородок, ничего себе. Ну, я с преподавателем, но дома. Так. Угу. Значит, что получается? У тебя уже в четырнадцать лет была пластинка? Или я что-то путаю? Можно так назвать первый альбом, но первый альбом, он был больше таким экспериментальным. То есть это была попытка, наверное, написать какие-то песни, тексты первые, самые. Вот. Некоторые синглы были такие новогодние, то есть праздничные песни, домашние, можно так сказать. А лет в пятнадцать уже я написала первую серьёзную песню. Это была песня The Silence is Killing Me. Песня о свободе выбора. Одна из самых известных твоих песен? Наверное, да, но она уже вышла. Вот. И эту песню я писала достаточно долго, мне кажется, даже полгода. Точнее, я написала её за один день, но редактировала ещё, наверное, полгода. Ты перфекционист? Ну да, стремлюсь к этому. Я ещё почему спрашиваю, потому что ты же и школу закончила, во-первых, хорошо, во-вторых, экстерном. Как? Не знаю насчёт хорошо, но экстерном закончила, да. Ну, мне кажется, в любом случае приходится вкладываться в это дело очень плотно. Да, мне было пятнадцать лет, когда я закончила школу, одиннадцатый класс. Десятый, одиннадцатый я закончила экстерном, на домашнем обучении, потому что хотелось поскорее закончить школу, чтобы заниматься музыкой. Дальнейшее музыкальное образование или какое-нибудь ещё планируешь? Вообще очень хотелось бы, но я думаю, что вот больше всего мне интересно было бы поехать на стажировку к лейблу. Я узнала совсем недавно, что такие стажировки проводятся, и мы даже написали в один лейбл, по-моему, это был Hopeless Records. Они ответили, сказали, что нужен материал. Ну, у тебя же, мне кажется, уже... Пока что мы записываем альбом, и он выйдет в сентябре. Это будет англоязычный альбом? Вообще да. Да, сейчас все песни на английском, у нас есть восемь песен, осталось написать ещё четыре-пять песен. И самое интересное, что у нас появилась относительно недавно такая идея написать песню на японском. И мой отец, он написал мне японский текст, и мы собираемся сделать японскую песню. Твой отец, он живёт в Японии. Он японец, да. Он по профессии, ну, чем он занимается там? Он творческий человек или далёк от всего этого? Хотя же пишет... Вообще его можно назвать творческим человеком, потому что у него есть свои какие-то проекты, он предприниматель, и у него всегда появляются какие-то креативные идеи. Но на данный момент, на данном этапе своей жизни он занимается фермой, фермерством. Его это больше интересует. То есть такая более спокойная жизнь. А что там, что фермер, что он производит? Там разводятся козы, овцы, коровы, и три осла у него есть. Но ослы это больше для души. Он занимается сейчас козоводством, и у него такой проект из козьего молока, они делают различные продукты, в основном сладости. Классно. И он даже сам говорил, что печёт сам самостоятельно печенье. И когда я у него спросила, я просто поеду в Японию этим летом к папе в гости, я спросила, можно ли мне тоже помочь себе испечь печенье. Он сказал, нет, этим должны заниматься только профессионалы. Ну, я думаю, что со временем, если захочешь, ты сможешь стать профессионалом не только в музыке, но и в этом кондитерском деле. Друзья, у нас небольшая пауза, после которой мы продолжим общаться. Софи Маэда сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, Софи Маэда в гостях телерадиоканала «Страна.ФМ» не только пьёт воду, но и рассказывает о том, что у неё происходит в жизни, в жизни личной, но и в творчестве. Значит, мы уже поняли, что на подходе альбом, в котором будут японская песня, правильно? Песня с японским текстом, песня с английскими текстами. Песня с английскими текстами, да, в основном. Стоит ли нам ждать русскоязычных? На самом деле мне намного легче писать на английском песне, вот. Поэтому я думаю, что в этом альбоме все песни в основном будут альбомоязычные, но в дальнейших синглах, альбомах уже попробую что-нибудь сделать на русском. Я пробовала писать на русском на заказ, меня как-то просили. Но пока что получается так, наверное, даже в шуточной форме. Но я постараюсь сделать какой-нибудь серьёзный текст. А как так получилось, что ты, разговаривая на русском языке, владея языком, пишешь и пишется тебе лучше на английском? Да, я просто вдохновляюсь творчеством других групп и слушаю в основном англоязычных исполнителей. По-английски ли пела та группа, на концерт которой тебе помог пройти твой папа, подделав документы? Да, это канадская поп-рок группа. И это, конечно, забавная история. Я всегда мечтала попасть на их концерт, но в России они не выступали. И пока что они малоизвестны в России. Но в Канаде они очень популярны. И как-то раз так получилось, что мы поехали в путешествие как раз-таки в Канаду. И папа решил сделать мне такой подарок, купил билеты на концерт. Но, как потом оказалось, концерты проходили в клубах. Мы были в двух городах, Калгари и Эдмонтен. И в Эдмонтене меня не пустили на концерт. Мы не знали, что я не пройду. Но сказали там только 21+, очень строго. Я не прошла. А на второй концерт тоже мы думали, что я не пройду. Но папа решил показать паспорт его жены вместо моего. И это как-то прокатило, действительно. Но мне пришлось для этого одеть очки папины, которые с меня слетали всё время. Мне было очень страшно проходить security, потому что они очень большие и строгие. И было страшно, что нас потом посадят за это. Но папе большой привет. Мы понимаем, что он действительно находчивый, креативный. Как концерт? Концерт Мариана Стрэндж прошёл замечательно. Это, можно сказать, был такой первый концерт, живой, на котором я побывала. И как раз-таки после этого я начала писать свои песни. Меня это очень сильно вдохновило. Вот эти песни, ты их пишешь, и они, по-твоему, да, они адресованы для кого? Каким людям? Мальчишки, девчонки, люди всех возрастов. Как вообще? Как ты сама это чувствуешь? На самом деле какой-то конкретной аудитории нет. Я думаю, что песни для всех. И, ну, в основном я пишу о различных жизненных ситуациях, этапах в жизни человека, каждого человека. Вот, темы различные тоже, это, в основном, это одиночество, наверное, да. Одиночество, я думаю, с этой проблемой сталкивался каждый человек, вот, в любом возрасте. Например, у нас есть песня «Ice Cold Beer», и, судя по названию, многие думают, что песня на пиве, какой-нибудь там гимн пивной. А на самом деле? На самом деле эта песня довольно с грустным подтекстом об очень одиноком человеке, который успешен, он успешный бизнесмен, но в связи с работой он очень такой скверный, ну, точнее, характер у него скверный, вот. И он не может ни друзей себе найти, ни семьи у него нет. И когда все, там, возвращаются домой после работы тесными компаниями, он всегда возвращается один, идет в бар, и чтобы, ну, не оставаться наедине со своим горем, он напивается. Вот, эта песня о такой проблеме, как алкоголизм. Есть ли клип на эту песню? Я чувствую, что вопрошают многие зрители страны. Пока что нет, но я думаю, что будет в скором времени. Друзья, у нас сейчас как раз клип, другой клип, да, будет на телерадиоканале Страна.ФМ. Софи Маэдов в гостях, мы еще поговорим, и мы еще, конечно, послушаем хорошую музыку. Будьте в компании телерадиоканала Страна.ФМ. Лучшее в стране. Дамы и господа, Софи Маэдов в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Пока почему-то вот в пресс-релизе указывается автор-исполнитель в андеграунде. Я надеюсь, что ты будешь, так сказать, подниматься, подниматься. Я тоже надеюсь. И тебя узнают миллионы зрителей, слушателей, поклонников по всей планете Земля. Софи, что сейчас у нас из музыки? Какая песня? Представь ее, немножко расскажи о ней. Сейчас мы исполним песню, которая называется «Feeling alive». И я думаю, что на данный момент это единственная позитивная песня в нашем альбоме, потому что остальные все немножко грустные. Как так получилось, что она так выбивается? Что с ней? Да, просто как-то раз мне нужно было написать песню, и было очень хорошее настроение. Вот такая неделя была удачная, и настроение было очень хорошее. И вот эти эмоции я решила перенести в песню. Ну, пусть будет больше хорошего настроения, больше позитивных песен. Итак, поехали, смотрим, слушаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Браво, друзья! Софья Маэда в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» и Богдан Воронин, гитара. Спасибо, всё было очень красиво. Значит, вчера у вас было выступление. У нас было два выступления. Вот, расскажите, как всё там прошло, где это было? Первое выступление у нас было в парке Горького под Крымским мостом. Романтично. Да, вчера был очень сильный дождь, плохая погода, но, несмотря на это, мы решили выступить. Вот, хорошо, что была крыша. Людей было не так много, и обстановка была довольно уютная. Пришли многие мои друзья. Это был просто твой концерт был, да? Как это всё было? Или в рамках чего-то? Наш концерт с группой, да. С группой? Это был акустический концерт. Группа твоя? Да. Группа как-то называется у тебя, или просто... Пока что нет, пока что без названия. Насколько она большая? Ну, вот, кроме гитары, какие там инструменты используются? Какая численность? У нас есть гитарист Андрей, бас-гитарист Кирилл, Артём барабанщик. Ну, конечно, да, Богдану-то не забывай. Да. Здорово. Так, и есть ещё киновечеринка «Новый урожай». Это что там было? Как у вас тоже? Как вы там попали? Мы выступали в клубе «Лайф Старс» вчера ночью, да, на киновечеринке. Там проходил показ фильмов, и после этого было наше выступление. Ну, как ощущения вообще публики от... Было здорово. Понравилось, да? Да. Я желаю, чтобы у тебя было больше таких выступлений, чтобы, так сказать... Ну, вообще, уже привыкла к сцене? Ну, постепенно привыкаю. Три года, получается, ты занимаешься этим профессионально? Ну, выступаю я относительно недавно, наверное, месяца три всего. Вот. А до этого я как-то писала песни, и мне было страшно выступать, поэтому я не выходила на сцену. Вот, с детства боялась выступать, а сейчас я борюсь со своим страхом. Хорошо. А как произошло вот это вот событие, когда ты решила, всё, пойду выступать? Что было причиной? Что было причиной? Я начала писать свои авторские песни, и в какой-то момент я... Мне захотелось их показать всем, и я думаю, что это и стало причиной. Просто решила? Надо. Всё. И пошла. Спасибо, друзья. Маленькая пауза, после которой мы продолжим общаться с Софи. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, никто никуда не уходит. Софи Маэдов в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Прошли концерты у тебя, выступления были. Что-то будет ещё в Сочи. Да, в Сочи. Зазови нас туда. Да, где это чего? В августе мы едем на Generation Fest, и там будем участвовать в этом фестивале, конкурсе, вот, с авторскими песнями как раз-таки. Но это будет со 2 по 8 августа, а 4 июля я уезжаю в Японию, вот, а Богдан Третьего уезжает на море, да? Ну, мы по его улыбке видим, прям, он засиял, и глаза заблестели. По поводу Японии мы поговорим ещё, чем ты там займёшься, но хотелось бы ещё и музыку послушать. Следующая песня, объяви её, пожалуйста. Хорошо, следующая песня как раз-таки это «Ice Cold Beer». Я о ней говорила в самом начале. Да, да, да. Сейчас всё за жизнь как раз. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прекрасно. Прям вот холодный напиток такой чувствуется здесь, да. Ну и вся глубина тоже. Дорогие друзья, мы продолжаем. Очень красивая песня, мне очень понравилась. Дорогая София, 4 июля, в тот день, когда вся Америка будет отмечать День независимости, ты отправишься в другую страну, ты поедешь в Японию. Что там будет? Расскажи. 20 дней у тебя, да, в путешествии? 20 дней на отдых, да. Что там будет? Расскажи. На что ты потратишь это время? Ну, в первую очередь, я еду для того, чтобы посетить своих родственников. Папу, бабушку, джосу. Может быть, что-то испечь, да, правильно? Да, попробовать, наконец-то, испечь печенье по папиному рецепту. Вот. В основном, я думаю, я буду у бабушки в городе Такамасу. Это более южная часть Японии, южнее от Токио. И там всегда невероятно жарко. То есть выходишь на улицу, дышать невозможно. Очень тяжело. Вот, даже больше пяти минут на улице провести сложно. Обычно мы с бабушкой сидим дома, наверное, до пяти вечера. И после уже выходим, после того, как темнеет. Потому что невероятная жара. Чем еще, вот, ну, ты как человек, который бывает в Японии, чем еще она вот так вот удивительно отличается от России? Ну, язык, понятно, восточная культура. Музыку какую там любят? Что ты по этому поводу скажешь? Вообще все самое разное, мне кажется, в Японии. Вот, как мне кажется, там любят исполнители, которые изобретают что-то новое всегда. Вот. То есть делают что-то свое. Ну, вот ты сейчас в андеграунде. Ты можешь, ты новатор в музыке, ты что-то собираешься делать на японском языке. Как ты думаешь, насколько много шансов, что твоя музыка будет там востребована? Сложно сказать, но я думаю, что шансы есть. Ну, прицел есть у тебя такой? Да, прицел есть. Очень хотелось бы выступать в Японию. Я тебе этого пожелаю, чтобы там все вот получилось. Поэтому надо, Софи, дорогая, писать не только одну песню, но больше писать. Конечно, будет больше. Чтобы целый концерт там сделать, например, где-нибудь в большом. Ну, на самом деле, я могу точно сказать, что в Японии любят песни на английском. И многие японцы, они смешивают. Японские исполнители смешивают японский и английский. Вот. Почему-то там это очень принято. Очень нравится делать. Нам нравится не только с тобой разговаривать, но и слушать музыку. У нас есть еще песни. Что дальше? Следующая песня — это баллада. Так. Довольно грустная песня, трагичная. Вот. На самом деле, эта песня тоже об одиночестве в какой-то степени. Песня про поэта-музыканта, который погибает, которому одиноко. И он пишет свою последнюю песню, вот, чтобы оставить какой-то след за собой в истории. Пожалуйста. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok The past keeps burning Soon he'll be gone The river won't let him stay Is this the end? Is it happening? The river won't let you go to the river won't let you know? Но в Москве на Красной площади у тебя уже было выступление? Как так получилось? Да, у нас было. Всего три месяца ты выступаешь уже на Красной площади, да? По-моему, 2 июня у нас было это выступление. Это был день памяти в честь Ильи Карминцева. И, конечно, у нас немножко другая музыка. И тем более не на русском. Тем не менее, публика приняла нас очень тепло. И это было здорово. И это было, наверное, мое первое выступление на улице. Тем более ночью. На Красной площади сразу? Да, такая атмосфера невероятная, волшебная была. Как ты волнуешься? Если волнуешься, то как ты справляешься с волнением? В последнее время я стараюсь как-то бороться с волнением. Но, конечно, перед какими-то такими большими выступлениями оно бывает. И бороться, я не знаю пока что, как с ним можно бороться именно какими-то способами. Наверное, только выступать, только делать. Практика? Да, практика. Практика клипов у тебя. Вот об этом бы хотелось расспросить. Когда, чего? Когда клипы ждать? Клип. Мы пока еще думаем, когда его снимать и на какую песню. Хотя, в принципе, на какую песню снимать мы уже решили. Это будет Feeling Alive. Потому что Feeling Alive довольно позитивная песня. Вот. Я думаю, что мы будем снимать клип, скорее всего, до моего отъезда. Либо, наоборот, после, уже в августе. То есть, вот или сейчас. Но главное, чтобы летом, потому что много света. Потому что песня сама такая тоже летняя. Действительно. Друзья, летний эфир «Страны ФМ» продолжается. У нас сейчас небольшая музыкальная пауза. И потом продолжим общаться. Лучшие в стране. Друзья, Софи Маэдов в гостях у «Страны ФМ». Программа «Лучшие в стране» продолжается. Хочу расспросить тебя. Вот это вдохновение, благодаря которому ты сочиняешь песни. Излучает ли твой маленький питомец, собачка? Шани, по-моему, ее зовут, да? Да. Так. Да. Безусловно. Очень приятно иногда возвращаться домой с репетиции, которая у нас поздно заканчивается, 12 ночи. Я приезжаю где-то в час ночи домой. Уже все спят. Я захожу в дом. И такое вот маленькое существо, маленький комочек счастья тебя встречает. Это очень приятно. Микрофончик договори, да? Да, у нас действительно очень маленькая собака. Просто микро-чихуахуа. Вот. Зовут ее Шани. Это маленькая девочка. И никто не верит, что ей уже два года. Все думают, что она маленький щеночек. Действительно очень маленькая. Какую-то музыку из твоих песен она как вообще воспринимает? Нравится ей? Виляет ли хвостиком? Как вообще? Вообще она как-то индифферентно относится к музыке. Но у нас до этого жил дома Джек Расселтерьер. И вот он, когда я начинала петь, он всегда был. Подпевал он. Да, подпевал. И очень громко. У нас сейчас нет, так сказать, в студии животных. Но мы мысленно тебе подпоем в следующей песне. Что это будет за произведение? Следующая песня называется «He was a guy». Название такое, потому что первая строчка такая. О чем там? Песня о парне, который был неудачником. Возможно, в школе кто-то считал его лузером. Но он повзрослел и просто поменял немножко свое отношение ко всему, к обществу, которое его осуждало. И просто ему стало легче жить. Он понял, что он не так уж и плох. Гадкий утенок. У него, да, появилась уверенность в себе в песне об этом. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Софья Майя, да, на телерадиоканале «Страна.ФМ», а скоро, может быть, на калифорнийском лейбле, правильно? Ну, когда, когда, чего там, расскажи. Возможно, пока что не знаю, как все пойдет, но я написала письмо в лейбл, вот. Им интересно узнать, какой у нас материал, послушать. И сейчас мы записываем альбом. Двенадцать песен записали, отправили, они послушали, сказали «Окей, берем». Надеюсь, что так и будет. Если это происходит, что дальше, как будет развиваться твоя карьера? Ну, предположи, да. На самом деле, мне было бы очень интересно сделать коллаборацию с какой-нибудь из групп, которые работают с лейблами, ну, например, с такими как Hopeless Records или Fearless Records. Например, там группы As It Is или даже Cemetery Drive. Ну, тогда они помогают уже и с записями, и с клипами, и с концертами, правильно? Да. Пусть все это получится. Я желаю тебе продолжать писать, чтобы в Японии все было очень продуктивно. И большое спасибо за сегодняшнее выступление здесь, в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Дорогие друзья, у нас в гостях была певица и автор песен Софи Маэда, а также гитарист и, конечно, участник коллектива Софи Богдан Воронин. Спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо. Лучшее в стране.